МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А в гостях у нас сегодня Геннадий Сомов, эксперт Общественной палаты Республики Татарстан, председатель Союза домовых комитетов Казани, ну и Республики Татарстан. Здравствуйте. Здравствуйте. Офтянным поводом для нашей встречи стало то, что буквально вчера вступил в силу закон о том, что еще одна категория льготников не будет платить взносы за капремонт. Уточняю. Это герои СССР, герои Российской Федерации, полные кавалеры Ордена Славы и совместно проживающие с ними члены семей. Они больше не должны будут платить как раз взносы на капремонт. Хотелось бы узнать, конечно же, в первую очередь, Геннадий Михайлович, ваше мнение по этому закону. Я считаю, что такие люди должны быть освобождены от уплаты этих взносов. Почему? Они заслужили. Ведь герой дает не просто так. То есть человек выполнял где-то и когда-то очень сильную заботу. Поэтому отметили, а раз отметили, значит, должен иметь льготу. Обязательно. Я не возражаю. Напомните, пожалуйста, какие еще категории могут у нас не платить? Категории у нас еще не платить полностью нет, а 50% это у нас все пенсионеры, имеющие удовлетворение, значит, понимаете, 50%. Есть некоторые инвалиды, но не все, не все. Есть только 50% платить. Но можно отметить здесь, знаете, что вот в связи с введением новых тарифов, тариф, я не понимаю, или ты управляешь компанией, или соцзащита, почему это не включили пока, а 50% оплату на твердые бытовые отходы не включили. И еще один пункт есть, я сейчас не помню, есть. Я не понимаю, почему. Они же вошли в коммунальные условия, раз в коммунальные условия, там записано четко, четко на фото елке, четко записано, оплачивая 50% в жилищных коммунальных условиях. Какие там записано, значит, должно быть 50%. Выдали, там, 4 тысячи, значит, а 210 тысяч должны возвратить должны. Но управляющие компании иногда этого не делают. Или опаздывают, или тут кто-то где-то мудрит. Или соцзащиты, или управляющие компании. Ну, по поводу, что делать, мы чуть попозже еще поднимем. Кстати, вот вы сейчас говорили по экономии. А сколько это в денежном эквиваленте? Существенная экономия такая? Ну, в общем-то, конечно, существенная. Вот, представляете, вот я, честно говоря, оплачиваю 50%. Если мне выселить в зиму зиму перед 3,5 тысячи, то, вы, представляете, где-то 1800. А много у нас получателей льгот вообще зажигло? Ну, вообще-то сказали много льготников. Много, да. Но вот новых льготик я пока еще ни разу не видел. Вы знаете, почему? Потому что льготы всегда давали это государственные предприятия, сейчас это крупные акционеры предприятия, понимаете? Ну, и крупные жилья компании. А сейчас ни одна компания мелкая, ни льготы не представляет никому. Это раз, никому. И только лишь остается, что вот новые льготик должны пойти или в крупные акционеры общества, или в государственные предприятия. А так вот, ну, мы никому, я вот сколько жал, зар обращались. К нам, Михаил, как вы получили льготник? Очень просто. Отработал более 20 лет. Вызвали, вручили. Вот, суверение льготниками, и все. Хорошо, вот если я хочу, например, там, уточнить, являюсь ли я, отношусь ли к этой категории льготников, которые могут вот как раз-таки получить, да, такую существенную скидку, а куда я могу, либо уже оформить, куда я могу пойти, и каков алгоритм? Очень простой алгоритм. Значит, берете вот суверение льготника, который мы выдали, и в соцзащиту пишете заявление, а дальше они все это делают сами. Все, и становятся льготником. Вам дают усоверение, получаете льготу. 50%, но не более. На ваш взгляд, это, судя по вашему опыту, процесс очень как занимается, затратный такой? Или по времени может быть? Да, первоначально этот процесс был затратным, потому что надо было оформлять очень много бумаг. Сейчас этот процесс без затрат. Я говорю, берешь суверение льготника, приходишь во защиту, значит, вот ты ставишь свой вопрос, они говорят, да, да, пожалуйста, вот это, дай бумагу, заполняешь ее и оставляешь. А дальше вопрос двигается автоматически. Геннадий Михайлович, я знаю, что вы, по сути, являетесь таким неофициальным, негласным даже общественником, советчиком для многих жителей не только республики Татарстан, но и, насколько я знаю, других регионов, да? Есть такое, есть. Вы для них такой вот действительно оплот, советчик. Скажите, пожалуйста, вот хотелось бы ваше мнение узнать. На днях у нас вот информация прошла про новый эксперимент, согласно которому как раз хотят лишить определенную категорию владельцев дач, например, да, лишить пособия. Как вы относитесь, как общественник, напомню, вы еще представитель общественной палаты, да? Да, и как общественник, и как житель Казани, вы знаете, я первый могу сказать, что, прошу прощения, я не знаю, кто это вынес, этот вопрос, и где вынес, я уж не буду говорить. Но даже во время Великой Отечественной войны, после войны никогда никому не выставляли плату за огород, за огурцы, помидоры и прочее, прочее. Да, налоги были, был налог на мясо, был налог на яйца, был налог на молоко, масло, понимаете, были. Но это были все налоги, которые необходимы были для поддержки, даже не государства, а в то время армии, понимаете, во время войны и после войны, понимаете. А сейчас мы же живем в мирное время, в хорошем государстве, и вдруг выбрасывают такое. Вот представьте себе, я дачник, допустим, у меня небольшая дачка, там две-три яблони, грядка огурцов, помидор, так-так. Ну, что я с этого имею? Я имею то, чтобы приехал, не из базара рыбал, и домой поехал, что-то на зиму подзаготовил, все. Геннадий Михайлович, мы вернемся к обсуждению как раз и льгот, и других преференций, которые дают нам. Сейчас хотелось бы я все-таки обратиться к нашим телезрителю, у нас есть звонок в студию, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Я хотела узнать, у нас новые дома, 8 лет нет нашего дома, капитальный ремонт у нас удерживает деньги около 2000, почему столько много? Спасибо. Раньше уже после 25 лет только удерживали вот это капитальный ремонт, это деньги. Спасибо большое. Значит, насчет капитальный ремонт, товарищи, тариф устанавливает капитальный ремонт комитета по тарифу Республики Тарстану. Понимаете? И постановление правительства Республики Тарстан. Так что и менять, и в ту дырную сторону, кто не имеет права, это раз. Во-вторых, если мы живем в доме, то мы всегда должны думать о том, что будет дальше, что будут иметь наши дети, внуки. Понимаете? То есть мы должны со временем передавать дом детям, внукам и думать о том, что он нормальный, удобоваримый для жизни, здоровья, для всего. Понимаете? Но оплата, это зависит от того, какая квартира от площади. Если у вас большая площадь, конечно, будет платить больше, если меньше площадь, то будет меньше. Но есть еще по сравнению правительства, 850-е Республики Тарстан. Капитальный ремонт освобожаются граждане, граждане, кто достиг 80 лет, собственники жилья. И граждане, кто достиг 70 лет, тоже собственники земля. То есть собственники дома, жилья. Понимаете? Если я живу, допустим, женой, я являюсь собственником, а жена тоже имеет льготу, но она не собственник. Поэтому ей не платят. По мне оплачивают. Так и все, 87-летним. Я хотела бы, знаете, сейчас обратиться к другой немножечко теме. Она тоже связана, конечно же, с ольготами, с получением. Но и люди не всегда, жильцы получают, на самом деле, качественную услугу за то, что даже оплачивают. Дело в том, что вот жители поселка станции Калейкино, Альметьевского района, столкнулись с очень неприятной историей. В связи с ответшалостью канализации, система полностью сгнила и забилась с 2012 года. Эта проблема остро стоит. Селяны не могут никак получить, бьются во все инстанции, не могут никак получить соответствующую квалифицированную помощь. И с каждым годом ситуация становится только хуже. Антисанитария налицо. Я предлагаю посмотреть сюжет на эту тему. По словам жителей станции Калейкино, проблема забитой канализационной системы существует уже несколько лет. Неприятный запах чувствуется по всей улице Гагарина. Зимой он не так ощутим, но вот летом ситуация ухудшается. Запах. Жить невозможно. В подвале двери и зиму открыты, поэтому полы холодные, там плесенью покрываются под диваном. Жить невозможно. Невозможно. Летом, ладно, окна открываем, зимой не откроешь. Заходишь, как в общественный туалет. Причина бед местных жителей в полностью сгнивших трубах, говорят сотрудники ЖКХ. Но чтобы их заменить, нужны средства. Коммунальщики и сами отправляли письма в различные инстанции. Но помогать никто не спешит. Где была возможность менять, мы там меняем уж. Стараемся, но ни у ЖКХ, ни у сельского поселения. Денежных средств на замену всей сети нет. Это миллионы рублей. Нам, чтобы ее самим отремонтировать, надо лет 15 вообще ничего не делать, денег копить. А вот так выглядит одна из квартир дома. Здесь из унитаза фонтаном выходит содержимое канализации прямо на пол. И уже годами, несколько лет канализации не работает. Система канализации, все нарушено. Давно-давно надо сделать ремонт. Полная ванна, полная канализационная ванна. Даже раковина на кухне, и то вот эта гадостью все фекалями забитая. Невыносимо. Уже и запах такой. Мы выливаем среди ночи, выливаем ведрами, по 20 ведер воды выливаем, оно все. Вот уровень стоит и все. В школе ужасно душно, а когда открываем окна, запах вот этот вот очень перебивает. И боимся, что дети либо заболеют, либо еще что. То есть вообще невозможность этой канализации уж. Стараемся, может быть, все-таки сделают нам ее. Новые очистные сооружения обещали построить еще в 2012 году. Тогда ничего не изменилось. В марте этого года глава сельсовета вновь заверил очистным быть. Но настало лето, а все остается по-прежнему. Юго-Восточное территориальное управление выписывает ЖКХ и поселению штрафы. Антисанитария и отсутствие дезинфекции может привести к вспышке заполиваемости и экологическим проблемам. Сейчас осталось решить финансовый вопрос, поскольку проекты смета на строительство очистных уже составлены. Но когда деньги все же найдут, пока неизвестно. Раиля Ахмадеева, Мария Кельдюшова, Дамир Курбанов. Новости Татарстана. На самом деле у меня сейчас мурашки. Это мы в Казани постоянно бьем в колокола маленький населенный пункт. Картинка говорит сама за себя. Ваше мнение, ваши комментарии. Вы знаете, мое первое мнение, где была администрация района? Это первое, второе. Они должны взять чистоту в районе и порядком в районе. Это раз. Второе. Управляющая компания, которая управляет, что они совершенно деньги не собирают. Ведь на канализацию денег специально собираются, понимаете? И хотя бы если не все, то ежегодно частями, там допустим, 200-300 метров, там не важно сколько, меняли, а тут 12-го года вообще не делали ремонт ничего, тем более канализация пошла в телезинитаз. Это о чем говорит? Что не только она не уходит, где-то она забита, и никто не хочет почистить. Понимаете? Это опять никто вопрос к водоканалу, вопрос к исполкому. Понимаете, товарищ, нельзя же так, и управляешь компанией. Это я считаю, мое мнение, нужно всем сельчанам собраться, написать письмо прокуратуру, снять этот кадр и в суд. То есть это системная ошибка, на самом деле, безхозяйственная. Безхозяйственная, полная безхозяйственная, понимаете? Я надеюсь, что как раз ваш совет тоже придется ко двору. Давайте посмотрим опрос, который мы каждый день проводим на нашей группе ВКонтакте. Это как раз к теме того, насколько мы, собственно, владельцы жилья, обращаем внимание, давайте уж говорить своими словами, на счет фактуры точно, например. Вот следите ли вы за правильностью составления вашей счет фактуры? Казалось бы, куда проще вопрос. Секундочку. Давайте посмотрим, что у нас ответили наши телезрители. 55 почти процентов ответили нет. От моих разбирательств дешевле услуги ЖКХ не станут. Немножко обречен на 55 процентов. 43 процента, говорят, стараемся контролировать каждый месяц. Хотелось бы услышать комментарий по этому вопросу. Вы знаете, комментарий по первому вопросу. Если он каждый месяц контролирует, но не принимает меры, тогда действительно ничего делать не будет. Вам просто пример. Вот я. Я получаю счет фактуры, получил. Так, вот здесь вот у меня завышена, допустим, плата. Я тоже пишу претензии, управляешь в компанию, в связи с тем, что у вас в за какой-то месяц завышена плата, потому что, прошу дать мне разъяснение соответственно нормативным актам. И отправляю. Они обязательствуют, и если да, то решают проблему. Но бывают случаи, и не решали проблему. В таких случаях, как один раз у меня получился замок по экономикам пляж компании, она сказала, как увидела, Геннадий Михайлович, все правильно, идите, идите, я с вами разговаривать не буду. Я говорю, хорошо, встретимся в суде. Я все собрал потихоньку, как говорится, месяц за квантально-аптами соединил, все-все, и полностью, вы знаете, было смешно. Когда я рассказал, судья все выслушал, что говорит юристу, у вас будет вопрос, я первый раз в суде рассмеялся, я говорю, хлопнется, я думаю, сейчас или стол разобьет, или голову разобьет. И отвечает, у меня вопросов нет, пусть приходит замк экономики. И никто не разный появился, вынесли заочное решение, понимаете? Потому что я доказал на цифрах и нормативных актах, что они нарушили и не делают. И здесь надо, если уж ты посмотрел, так доведи его до конца. А если уж то просто отложил, то, конечно, как бы вода под лечками не идет. Можно пошуметь, можно вот так вот поухать, по... Ну, идти до конца, действительно, видимо, кто-то на время отсутствия ссылается. Кстати, у вас, я обращаюсь с телезрителем, у вас есть прекрасная возможность задать сейчас вопрос, касающийся как раз тоже услуг ЖКХ, нашему гостю, номера телефонов вы видите на экранах. По поводу как раз вопросов, дело в том, что наши телезрители прислали... А, секундочку, у нас есть вопрос, потом по телефону, потом я озвучу через интернет. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Вот у меня такой вопрос. Скажите, вот, за газ приходит раз в год платежка, что надо за техническое обслуживание заплатить. Хотя вот я слышал, что надо писать заявление в антимонопольную службу, и это техническое обслуживание, раз газовая служба, газ это не оказывает никакую, приходит раз в год и только проверяют, утечка есть или нет. То есть они никакого технического обслуживания не занимают, этот газ, трансгаз наш, Казань. Вот, и почему мы платим 300 рублей каждый год за ту услугу, которую нам... То есть правильно с нас берут, эту 300 рублей в год, или надо написать в антимонопольную службу, чтобы за нас это не брали, с нас? Спасибо. На самом деле очень щекотливый вопрос обслуживания каждого оборудования. Вопрос интересный, он зовет не раз, не два, не три. Значит, уважаемые награждане, кто сейчас задает вопрос, есть 490, а 490 поставлений правительства СЕС Федерации. Значит, до 1 января 2019 года обход обслуживания сетей газонапрения проводился один раз в три года. Да, но работники Горгаза приходили каждый год, каждый год проверяли, не показывали документы удостоверения, и каждый год собирали деньги. Сейчас, вот с 2018 года даже, не все изменения, 40 поставлений, и оплата и обслуживание производится один раз в год. Вот, поэтому, пожалуйста, пусть приходит один раз в год. Самое главное, когда они пришли, вы спросите, кто и откуда. Есть ли удостоверение, есть ли удостоверение, если вы скажите, а где у вас наряд заказ, какие работы вы будете производить. Вот это самое главное. Люди скажут, вот я пришел, вы понимаете, тот, тот, тот. Вот вы тогда его пускаете и говорите, будьте добры, сделать. Он, соответственно, наряд заказом сделает те работы, которые записаны. Но других не будет. Но и будет отвечать за это уже. А мы ведь как привыкли? А, пришли, пустили. А 300 рублей, которые тоже спрашивают, это все нормально? Да, это уже тарелся, никуда мы не денемся. Геннадий Михайлович, у нас не так много времени до конца программы, но есть еще один звонок. Давайте послушаем телезрителей. Здравствуйте. Добрый день. Говорите. Геннадий Михайлович, добрый день. Во-первых, я желаю вам здоровья, всего хорошего. Спасибо. Ваш вопрос, пожалуйста. Геннадий Михайлович, скажите, пожалуйста, вот насколько реально, ну, обычному жителю проверить правильность начисления вот этот счет факторов? Насколько реально побороться вот с управляющей компанией и выяснить, куда у нас уходят наши денежки? Спасибо большое. Геннадий Михайлович, у нас буквально одна минута, а вопрос очень большой. Хорошо. Значит, вы знаете, что это очень реально, я это делаю и буду делать раз. Во-вторых, приходите ко мне на прием, там, Лобачевского, 10 В. Это среда, вторник с 12 до 17. Я вам все расскажу, покажу. А в основном у нас идет переплата отопления. Вот у нас вопрос от интернет-зрителей тоже был как раз по поводу отопления. А если коротко, на что обратить внимание, если возникает вопрос, сомнения? Сомнения. Значит, смотрите, у нас в счет фактуры записано нормативный расход тепловой энергии подогрев одного квадратного метра. Это нормативный расход, установленный при температуре, наверное, уже воздуха, минус 32 градуса. То есть у вас оплата в счет фактуры должна быть ниже нормативной или и не выше нормативной, понимаете? Но у нас оплата идет в два раза выше. То есть мы должны теребить, я прошу прощения, на самом деле ответственных сотрудников, чтобы они следили за этой разницей. За этой разницей, за работу злопогодного регулирования. Спасибо вам большое. У нас, как обычно, необъемлющая просто эта очень тема. Это была программа «Главные новости» в студии Лейсана Абдуллина. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо.